Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Виталине не достичь выздоровления, ведь у девочки это ЦП, спастическая диплегия средней тяжести Беременность до 7 месяцев проходила, ну нормально даже, нет, до 6, наверное, месяцев Мы ходили в больницу, ну я ходила в больницу, наблюдалась у акушера, как гинеколога, который, ну, ведет беременность Потом оказалось, что у меня гистос Я поехала в перинатальный центр в Екатеринбурге Они там схватились за голову в перинатальном центре Это было у меня, наверное, 32 недели беременности Я еле выпросила туда направление Меня отправили экстренно кисариться в институт матери и ребенка в городе Екатеринбурге Потому что перинатальный центр областной был закрыт на чистку Меня туда увезли под капельницей на скорой Там меня кисарить не стали Сказали, ходи дальше Пришла по месту жительства к гинекологу Она меня отправила на УЗИ Вот, посмотрели, что, ну, как вообще плод себя ведет Все было нормально Через день я пришла, меня экстренно отправили кисариться Потому что оказалось, что у ребенка безводный период начался Ушли воды Вот, меня экстренно прокисарили Я была под глубоким наркозом Как проходили роды, я не знаю Вот так, маму Виталина и Марию отправили из одной больницы в другую Вовремя не приняли решение И уже поздно сделали кисарево сечение Изо всех этих факторов Малышка после рождения была переведена в реанимацию И в 18 дней была подключена к искусственной вентиляции легких С реанимации нас недоношенные перевели в городе Первоуральске Мы лежали Мы пролежали, сколько, месяц Потом мы ехали домой Ребенок рос, все нормально было Потом в 3 месяца нас отправили на массаж Нам предложили сделать общий массаж для детей Делают, предлагают Обычный массаж Ну да, вот у нас после массажа, после 3 месяцев начались все проблемы У нас произошло удлинение конечностей Нам об этом сказал массажист У меня ребенок начал срыгивать А он перестал, ну, Виталина есть перестала Мы объездили миллион врачей Сказали, все нормально, ребенок догонит Ничего не предвещало беды, что нам поставить такой диагноз ДЦП Спастическая диплегия Наиболее часто встречающийся подвид детского церебрального паралича При нем происходит нарушение нормального функционирования Мышц рук и ног Умственная и когнитивная сфера страдает незначительно Или не страдает совсем Возможно лечение и полноценная адаптация человека Получается, малыши с таким заболеванием могут вырасти, выучиться Получить профессию, завести семью Прожить жизнь полноценного обычного человека Но буквально все родители детей инвалидов говорят Что государственная система здравоохранения делает очень мало для реабилитации таких детей Предложенное лечение настолько редкое и краткосрочное Что почти не дает долгожданного эффекта Вся финансовая нагрузка ложится на родителей, бабушек, дедушек Которые почти все свои средства отдают на лечение такого ребенка Но ведь никто не застрахован от того, что ребенок-инвалид может родиться в чьей-то семье И никто здесь не виноват Таких малышей их родители необходимо поддерживать и помогать им Вот в нашей области просто нет ничего Это не в нашем государстве, это в нашей области нет ничего вообще У нас должны быть садики специализированные Нету их, где они? Задаешься, нету? И в Екатеринбурге нету? Мне сказали, давайте в интернат Конечно, ни о каком интернате не может быть и речи Мама очень любит свою дочку и посвящает ей 24 часа в сутки Вы-то качай Ви-то? Ты мне биста целуй тогда А давай в другую сечку Мария воспитывает Виталину одна И главной своей целью называет поставить на ноги своего ребенка Она очень верит в то, что выздоровление дочери возможно Поэтому мама занимается развитием дочери каждый день Массаж, арома в ванной, баня по выходным, гимнастика, логопедические занятия, остеопат и многое другое Вы даже меня не поймаете Ну и конечно Как мы тебя думаем рейд-то? Мы же не умеем так высоко лазить А я умею Я вам научу Залазь, молодец Вот умничка А теперь вниз залазь Виталина очень способная девочка По умственному развитию, речи и поведению малышка переезжает в некоторых сверстников Также Виталина очень приветливая, добрая, ласковая девочка Способная и веселая Несмотря на то, что каждый день для такого ребенка это борьба с болезнью Лечение и реабилитация, которые проходят такие ребята, требуют очень сильной воли и стойкости И они знают, что это необходимо И поэтому всегда выполняют все задания без особых капризов Ради своего будущего За спиной у малышки долгие курсы реабилитации и лечения в Краснодарском крае После них появились хорошие результаты И очень большая вероятность, что Виталина сможет ходить без всяких деформаций ног Но для этого нужна регулярная реабилитация Осенью прошлого года Виталина перенесла операцию на приводящие мышцы С декабря девочка находится на интенсивной реабилитации После операции гипсования Виталина начала ходить более уверенно Контрактура из пастика стала меньше Движения увереннее Она стала ходить более ровной спиной Ты приезжаешь, ты видишь результат, ты тихо радуешься Что он у тебя появился, у ребенка появились новые навыки Что-то более, ну как бы, выполняет лучше, чем она выполняла Что у нее более шаг правильный стал Что мы после операции научились сами подниматься До операции мы этого не умели То есть если она упала, ей надо было только за опору подниматься Ходить без рук Мы ходили на очень маленькие расстояния Ну там 2-3 шага, 10 максимум делали То есть сейчас она может пройти Ну вот сейчас вот мы были на реабилитации Мы 5-6 часов в день у нас была реабилитация Беспрерывная И у меня ребенок научился У нас расслабились плечи У нас стали руки лучше работать Она научилась, по крайней мере Ну хотя бы вот в прописях там Пытаться обводить там вот эти полосочки Раньше это вообще было просто невозможно Скоро Виталина поедет на диагностику в Крым Ожидается вторая операция с дальнейшей реабилитацией От нее родители Виталины ждут, что она научится садиться на корточки Шагать с пятки на носок Научится держать ровно спинку И пройдет еще один шаг в мечте Ходить самостоятельно Потом геной, котик, они потерялись Печетки и все И все Маме Виталины найти такую денежную возможность очень сложно Поэтому она обратилась к нам за помощью Давайте поддержим такую замечательную малышку Поможем вместе приблизиться к ее мечте И пойти своими ножками уже без поддержки Чтобы помочь и стать частью этого доброго дела Вы можете просто отправить сообщение на короткий номер 3443 с текстом ССП6 Пробел Сумма Кроме того, вы можете сделать перевод банковской картой Через наш сайт www.ekb.miloserdia.ru Или если у вас остались вопросы Диспетчер Православной службы Милосердия Ответит на них по телефону 8 343 200 0704 Диспетчер Православной службы Милосердия